Добрый день уже, подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска двигатель 2 литра вариатор полный привод пробег на автомобиле 30 тысяч километров сегодня на нем заменю масло в двигателе фильтр масляный, воздушный и салонный открываю капот открываю заливную пробку погода на улице устаканилась завтра помою двигатель вот сейчас резкость наведу состояние двигателя внутри это к тому, что люди сомневаются что автомобиль 2008 года и пробег у него 30 тысяч поднимаю авто и сливаю масло металлической защиты нет снимаю 2 пластиковых защиты чтоб не облить маслом вот эту и вот эту передняя у нас подголовка головка на 10 здесь у нас 3 4 здесь клипса 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 6 болтов и 1 клипса ну а задняя защита у нас сидит на 4 клипсах выдергиваем клипсы и она у нас сойдет вот таким образом ставлю тазик откручиваю пробку ключик на 14 масло темное ну все с этого момента я перехожу не на 10 тысяч перехожу на 8 тысяч буду каждые 8 тысяч менять масло масло использовать буду ниссановское оригинальное сливаю пробку пока не закручиваю приопущу автомобиль и залью грамм 200 250 свежего масла протекет и частично с поддона выдавит старое грязное масло покрыть хоро нагрев сливаю и разогрев тазик хлеб вот таким образом маловато добавлю еще ушло 400 грамм добавлял три раза вот масло светленькое сейчас на две замены буду дополнительно литрушку брать для себя проливать ну и по желанию можете делать кто хочет точно также пусть текает и закручиваю пробку закручиваю пробку смываю подтеки масла делаю это очистителем карбюратора и откручиваю масляный фильтр находится вот он спереди переставляю тазик потому что побежит есть вот такие вот у меня клещи для фильтров хватаю его и откручиваю смываю подтеки здесь попадает на площадку на блок и потом масло растягивает марает побольше промываю беру новый фильтр фильтр фирмы вик масло оригинал 540 номер его идет к е 900 942 и вот и и и и и и и и И заливаю немножко фильтр. Беру, смазываю палец маслом и смазываю резинку посадочную. Все масло, что я влил, оно впиталось в фильтрующий элемент. Поэтому идем смело закручиваем. Ставлю защиту, опускаю автомобиль. Заливаю масло. Многие знают, когда автомобиль помоешь или поменяешь, фильтра масла. Он по-другому работает, по-другому едет. Я называю автомобиль веселиться. Такой же живой, как и человек, только механический. Наливаю. Залил чуть больше четырех литров, где-то четыре четыреста, четыре триста. Уровень максимальный на два миллиметра выше точки. Залил так специально, потому что сейчас за виду уйдет фильтр и уровень упадет чуть ниже максимума. Меняем воздушный фильтр. Две защелки, сдвигаем и поднимаем. Вот это да, где я по такой грязи проехал. Затыкаю воздуховод и продуваю, сдую здесь сначала. Также саму кассету продую. Беру новый фильтр фирмы Гудвилл АГ563-2. И устанавливаю его в кассету. Поправляю. И устанавливаю на место. Итог. Готово. Глаз. 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 Воздушный заменили, идем меняем салонный. Снимаю вот эту накладочку, поддеваем и сдвигаем назад. Здесь получается две клипсы, две направляющие и вот направляющие заходят на ту металлическую пластинку. Конструкция точно такая же. Все как и на 2012 году, ничего не изменилось. Здесь откручиваем двигатель с заслонок. Я ставил метки, вот сейчас хорошо видно, здесь есть своя штатная метка. Вот она, на белой шестерне отлив, а на черной шестерне как бы стрелочка с отверстием. Вот этот отлив на белой шестерне прямо попадает. Так, попробую снять покачественнее, чтоб лучше было видно. Вот у нас сзади разъем. Снизу фиксатор нажимаем и стягиваем разъем. Потом нам уже удобнее будет его. Вот я его снял. Теперь откручиваем два вот этих болтика снизу и сверху. Головочка на 8. Вот еще нашел, что у меня здесь болтается и стукает. Вот такие вещи, то одно отвалится, то другое отвалится и непонятно. Просто выскакивает из крепления. Все цело. Такая сборка. У меня здесь болта потому, что я Roger. все я снял его единственное запомнить что мне надо его крутить против числовой стрелки чтобы поставить по метке вот метка про которую я говорил вот она вот этот отлив теперь снимаем кронштейн короткая крестовая отвертка не тактик получится придется ее и верхнюю открутить возьму крестовую биту а а а а а теперь снизу поддеваем защелку и открываем крышку проводка вот это нам немножко сейчас будет мешать вытаскивать фильтр но ничего страшного поддеваем снизу фильтр а 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 ну честно говоря фильтр и не такой грязный что радует про него не забывали его меняли наверное беру новый фильтр новый фильтр фирмы цитрон 97372 он идет угольный и аккуратненько заводим его на место Вот так. все когда вот так он заходит его расшевеливаем пошевелили за управляем вверх на место и заправляем низ на место все я его не заталкивал туда он заскочил сам ставлю на место крышечку завожу сначала и сверху а потом защелкиваю снизу также устанавливаю на место кронштейн и Все, очень удобно. Маленькая тресеточка, 1,4 и битой под крестовую отвертку. Ну а теперь ставим соленоид. Сразу разъем подключу. Сказал соленоид. Соленоид и в голове что-то не соленоид, а моторедуктор. Вот его защелкну. Здесь у нас заслонку заходит. Встает он нормально. Но поворачиваем теперь белую шестерню до метки. Вот так вот. Наживляем. Вот эта проводка тоже не нравится. Болтается. Сейчас закреплю вот эту воздуховод. Но это уже показывать не буду. Сказал не покажу. Покажу. Здесь вот он. Выскочил воздуховод. И начал болтаться. Вставляю его на место. А вот с этой стороны. Вот если посмотреть отсюда. Вот оно отверстие. Не знаю. Попробую резкость навести. Вот оно. Отверстие. Здесь то ли клипса, то ли саморез должен быть. Его нету. И от этого воздуховод смещается. И выскакивает. Соединю его капроновой стяжкой. Одной рукой камеры. держу. Другой рукой стяжку заправляю. Сейчас получится, получится. Все. Воздуховод теперь не соскочит. Здесь интересно увидел. Вот маркировка дата 231008. Написано LH дизель. Так что собирают, что попадается. Ну и все. На этом. Закрыл. На этом замену масла масляного, воздушного и салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго.